МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. В эфире Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Авария на Чернобыльской атомной электростанции, крупнейшая техногенная и экологическая катастрофа современности. 30 лет назад радиоактивное облако накрыло большую европейскую часть бывшего Советского Союза, частично другие государства. Как сегодня живут постчернобыльские регионы Гомельской области. Точнее, как научились жить по-новому. Об этом и не только в ближайшие 40 минут. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей в студии. Директор Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия Институт радиологии, кандидат технических наук Александр Зайцев. Александр Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. Заместитель начальника управления по проблемам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС Людмила Лисюк. Людмила Владимировна, рад видеть вас спросим. Начальник администрации зон отчуждения и отселения МЧС Республики Беларусь, Василий Шабловский. Василий Олегович, рад видеть вас. И директора Республиканского специализированного унитарного предприятия Полесье Евгений Белош. Евгений Викторович, рад видеть вас. И ведь действительно 30 лет это хороший отрезок для подведения итогов. Буквально тезисно пройдемся по основным направлениям жизнедеятельности. Начнем, наверное, это будет правильно, с медицины и социальной сферы. Людмила Владимировна, вам слово. В рамках союзной программы, кстати, нам Россия помогала, в свое время был введен открыт Центр администрационной медицины и экологии человека. Это республиканское предприятие, на территории которого жители города Гомеля могут пройти обследование. Там есть специальное отделение даже для ликвидаторов, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. У нас в каждом районном центре прекрасные построенные больницы. Мы вложили туда, именно государство вложило чернобыльские деньги, которые оснащены прекрасным медицинским оборудованием, которые тоже закупалось за счет чернобыльских программ и за счет союзных программ от союзного государства. Деньги тоже, вот было 4, кстати, программы, 3, вот сейчас 4-е до конца 16-го года реализуются, которые тоже закупалось для этих территорий. Вот это, конечно, очень важно. У нас построены детские республиканские сдавительные центры. Вот на территории, может быть, дети отдыхают, они, значит, знают, это те же сидельники, та же пролеска, птичь в Петриковском районе. Там великолепнейшая медицинская база, которая тоже, значит, все это оборудование медицинское приобреталось за счет, так сказать, нашей программы. Это диспансеризация нашего населения. Это те же врачи, медики. Я вот говорила о том, что мы строим жилье для специалистов, которые, значит, раньше у нас даже была такая программа, в прошлые годы, значит, когда не было возможности проживать на этих территориях, пять лет, от трех до пяти лет проживали врачи, и педагоги имели возможность получить жилье, значит, на других территориях. Сейчас мы строим жилье для специалистов на этих территориях, потому что там есть возможность проживать и, значит, получать чистую продукцию на этих территориях. Поэтому диспансеризация у нас тоже идет. Кстати говоря, насколько активно помогали в этой работе международной организации, фонды. И ведь многое зависело и от расторопности, и дипломатичности гомельской стороны. Конечно. Ну, я вам хочу сказать, международное сотрудничество у нас на очень высоком уровне. Гомельская область наиболее активная. Даже если говорить просто про сегодняшний день, у нас сейчас реализуется проект Министерной технической помощи, содействие на местном уровне. И более чем 700 заявок по всей республике, более 500 заявок были, значит, поданы от Гомельской области. Правда, там не все они найдут финансирование, но это говорит о высоком потенциале наших граждан, о желании самим принимать участие в развитии своих территорий, вкладывать какие-то собственные средства и, естественно, реализовывать свои возможности и получать, значит, финансовую возможность дополнительных бюджетов, то есть проекта Международной технической помощи. Это очень важно. Мы заговорили про проектную деятельность. Это как бы в масштабах области. Эти мелкие, пусть и небольшие проекты, но достаточно большой финансовой отдачей были и в регионах, не так ли? Я Жана Чубса, уроженка Брагинского района. В настоящее время работаю заместителем директора территориального центра социального обслуживания населения и координатором проектной деятельности в Брагинском районе. При сотрудничестве с многими организациями международными в Брагине было реализовано множество проектов. За это время люди научились, я скажу так, люди научились учиться, сами подавать свои идеи, ну и воплощать те идеи в мечту. Есть еще дополнение из зала. Слово главе фермерского хозяйства из Брагинского района, директору фонда по поддержке предпринимательства и развитию сельских инициатив Кириллу Золотилину. Кирилл Александрович, добрый день, спасибо, что приехали. Расскажите, когда поняли, что фермерство – это ваше дело? Ну, когда я начинал, задача моя была просто заработать деньги. Я попал в школу учителем, понял, что это не мое, мне хотелось чего-то больше интересного, и я начал заниматься фермерством. А то, что я оказался в Брагинском районе, ну, судьба, наверное, не знаю, каким путем я там оказался. Тогда я не задумывался о радиации, о этих проблемах, ну, просто начал работать и все. Потом я уже проникся этой темой о качестве продукции, о радиации, о ее вреде, или, наоборот, о невреде, о мифах, которые там были, ну, вокруг этого тоже факта. Потому что все говорят, ну, что это очень страшно. Но пожив в Брагинском районе, я сам из Гомеля, я понял, что, ну, не так это страшно, как об этом говорят. Мифов было много, когда вы принимали решение о том, что станете фермером. Многие ведь говорили, куда в Брагин развивать сельское хозяйство? Ты в своем уме? Нет. Ну, тогда, когда я начинал, у меня выбора особенно не было. Я попал туда в школу, после университета работать. Ну, и вот так сложилось, что я нашел там, встретил свою жену, вот, и начал там жить, и надо было как-то работать, как это говорится, зарабатывать деньги, потому что я мужчина, ну, и решил этим заняться. Тогда я не задумывался о том, радиация, не радиация. Выращивал продукцию и пытался ее реализовать. И все-таки первоочередная задача – это экологически чистая продукция. Как удалось с ней справиться? Ну, скажем так, проблем, там, в том месте, где я нахожусь, проблем с радиацией, она всегда соответствовала стандартным, которые приняты в Республике Беларусь. Иначе вам бы просто не дали возможности работать, правильно? Да, ну, соответственно, там, где, наверное, ее фон выше, там ничего не выращивают, либо там люди вообще не проживают. На той территории она соответствовала. Есть технологии, которые, ну, тоже всем все это стало известно потом, в том, в котором мы применяем более интенсивные технологии по внесению там, чтобы все было в достатке, балансированное питание, все это мы применяем. В итоге, получается, с радиацией проблем нет. Ваша продукция, я знаю, сегодня и на прилавках достаточно крупных гомельских магазинов – это настоящее достижение. Как удалось этого добиться? Ну, путь был долгий, то есть все начиналось с того, что, в принципе, вообще не было зелени. Ну, моя продукция в основном – зелень. Это петрушка, укроп? Да, петрушка, укроп, лук, базилик, шпинат, кинза, рук. Ну, там можно, их много, тимьяны, розмарины, их очень достаточно широкий ассортимент, салаты различных. Сегодня все это вы выращиваете в Брагинском районе? Все выращиваем в Брагинском районе, оно представлено, ну, не вся продукция в Гомеле представлена, потому что ПК еще не пользуется спросом, она пользуется только в крупных магазинах. Многое продаем в Минске, что-то в Россию вывозим, вот, то есть, таким образом. Другими словами, сегодня вы можете смело сказать, что за эти несколько лет вы построили успешный бизнес на постчернобыльской территории. Ну, я не считаю еще успешным. Я еще строю, да, строю. Много замыслов, хочется, конечно, реализовать, пока, просто, пока трудимся, трудимся. Кирилл, я знаю, что вы возглавляете фонд по поддержке сельских инициатив. Много ли подобных проектов и предприимчивых идей было в вашем видении? Кому помогали, кого поддержали? И вообще, таких предприимчивых людей на постчернобыльских территориях много? Ну, фонд это был как инструмент. Основная идея была в том, что людям надо объединяться. Люди как-то разделены и не понимают того, что вместе можно решать более сложные проблемы, большего добиваться. И вот эта, как бы, идея, она и послужила к созданию фонда. Ну, вот подбираются люди, которые тоже хотят заниматься сельским хозяйством, что-то развиваться, зарабатывать, делать. Конкурентами их не считаете? Нет, ну, вся дело в том, что рынок Гомельской области я уже насытил полностью. То есть задача стоит такая, чтобы нам объединиться и попробовать поставлять дальше продукцию. Потому что, ну, своими малые объемы нецелесообразно далеко вести. Пусть у вас все получится. Да, мы пробуем объединиться, нарастить объемы, и потом уже торговать не только в Гомель, а гораздо дальше. Есть еще дополнение из зала, пожалуйста. Меня зовут Александр Чубс. Вот в дополнение к речи Кирилла Александровича хочу сказать, что у нас в районе есть не только развитие овощеводства, но мы еще занимаемся и ягодоводством. Значит, у нас сейчас проходит, так скажем, малиновая идея. Мы закупили саженцы малины различных сортов более чем для 45 семей. И эти семьи пока ее посадили на своих личных подворьях. Но согласитесь, что малина очень полезная ягода. Она обладает целебными свойствами. При простуде, естественно, особенно детям, которым трудно там, допустим, дать какое-то лекарство невкусное, малина всегда, дети кушают с удовольствием и лечатся от той же самой простуды. И вот сейчас у нас при поддержке нашей районной власти, председателя райисполкованного Александра Васильевича Кохана, выделено 20 гектар земли для того, чтобы нам дальше продолжить заниматься этой темой, в частности, малиной. И чтобы потом создать кооператив и выйти уже на международный рынок. Там предусмотрено, естественно, создание новых рабочих мест. И, конечно же, если это все у нас получится, то и переработки, мини-переработки этой ягоды. Александр Анатольевич, сделано многое и в сфере переориентации сельского хозяйства. Вот буквально тезисно расскажите об основных достижениях. За 30-летний период накоплен громадный опыт. Разработано очень много различных рекомендаций по разным аспектам ведения сельскохозяйственного производства. Внедрены различные защитные мероприятия в сфере АПК, что позволило на сегодняшний момент получать чистую в радиологическом плане продукцию в общественном секторе. Кроме этого, если мы затронули еще такой вопрос, как переориентация хозяйств, в свое время в Гомельской и Могилевской областях была осуществлена программа переспециализации 57 хозяйств. 40 в Гомельской и 17 в Могилевской области. Переориентация их специализации с молочного на мясное скотоводство. Это позволило получить в этих хозяйствах продукцию животноводства, которая соответствует требованиям республиканских допустимых уровней по содержанию радионуклидов. Василий Олегович, скажите, ваши сотрудники, сотрудники зоны отчуждения и отселения, тесно сотрудничают в этом деле с Институтом радиологии? Конечно, мы очень тесно сотрудничаем как с Институтом радиологии, так и с предприятием Полесье. Мы сотрудничаем вплотную с Гомельским областным исполнительным комитетом. Ведь на территориях зоны отчуждения и отселения также присутствуют сельскохозяйственные земли, которые в свое время были выведены из хозяйственного пользования. Они и называются у нас земли отчуждения. Практически по всей области эти земли переданы в ведение лесного хозяйства. И на части этих земель уже проведено залесение. Вместе с тем, учитывая периоды полураспада и учитывая, что в районах иногда не хватает сельскохозяйственных земель, подаются заявки землепользователей, которые сразу поступают в исполнительный комитет районный. Эти заявки потом аккумулируются в областном исполнительном комитете и уже, соответственно, направляются в департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. После чего назначается агрохимическая экспертиза на предмет возможности получения нормативно чистой продукции. И уже в этой области, как районный исполнительный комитет, областной исполнительный комитет и администрация зон, мы тесно сотрудничаем с институтом радиологии. Соответственно, когда правительством принимается решение о переводе этих земель из категории рационно опасного хозяйственного пользования, эти земли находятся под нашим контролем. В любом случае техника сельхозпредприятия въезжает, как и работники, только при наличии пропуска выдаваемой администрации. И, соответственно, ведется рационный контроль продукции, получаемой на этих землях. Евгений Викторович, а ведь, согласитесь, радиация опасна еще и тем, что ее не видно, ее не слышно. И в связи с этим, наверное, достаточно сложно и тогда, 10-15 лет назад, да иногда и сегодня, было объяснить людям, как жить по правилам. Ну, наверное, как сказал Александр Анатольевич, были разные наукой определены правила проживания, как, чем пользоваться, чем питаться, что делать, если вы имеете в виду это. Конечно, одно дело, когда есть это в теории, а другое дело, как вот каждой бабушке в небольшой деревушке дать правильную информацию, как ее убедить в том, что те грибы, которые в лесу, могут быть... Вы знаете, это, наверное, очень достаточно такой серьезный вопрос. Очень сложно говорить о бабушках, наверное, и сегодня, если ни для кого не секрет. Потому что многие по сей день говорят, да где же радиация, вы ее видите? Я ее и не видел, и 20 лет назад. Самое страшное в этом деле, что надо людям объяснить и отойти их от этого вклада. Если эта бабушка привыкла ходить в лес и питаться этими грибами, все это очень серьезное, очень, так сказать, принципиальное дело. Кто-то до сих пор, наверное, ходит, питается этими грибами, кто-то еще что-то делает, ну, это жизнь. Я хочу все-таки вернуться вот к вопросу, то, что вы подняли, вопрос информационной работы. Это очень важный блок, и как он в госпрограмме, и так среди населения. Значит, это опять наша вот передача. Это телевидение, это газеты, это кабинеты радиационной безопасности в том же Брагине есть. Когда дети сами... Пропаганду нужно вести через детей, через школьников, чтобы эта бабушка что-то знала. Потому что она может не смотреть телевизор и так далее, и не читать газету. А когда ребенок, ее внук или ее сын придет и расскажет, что вот нам в школе это рассказали, это уроки, которые проводятся в школе. Это классные часы, которые даже вот сейчас и в течение года они проводятся. Это вот опять же, говорю, это в том же Брагине, кабинеты радиационной безопасности, где дети сами могут измерить продукцию. Вот это вот важно. И через них, я вам хочу сказать, я принимала участие, у нас в области проходил, у нас при нашем институте, вообще в Республике Беларусь, создан белорусско-российский информационный центр. И при этом этот центр проводит очень интересные мероприятия. Вот проходил конкурс эссе. И наши дети, ну я была членом жюри, было 110 сочинений написано. Я не видела, кто эти сочинения писал. Знаете, это писали студенты, в прошлом школьники, сейчас студенты. Вы себе не представляете, я читала эти сочинения, я до сих пор их сохранила, некоторые из них. Во-первых, я плакала, я не знала, кто их писал. Я была в восторге от нашей молодежи. Думаю, боже мой, какое счастье, какая у нас замечательная молодежь, которая живет на территории нашей Республики Беларусь. Они знают все, они родились после некоторых, после 1986 года. То есть они не видели этой трагедии, не некоторые, а многие родились. Но они все, они знают. И они своими словами так красиво они пишут. Вот это важно. Через молодежь мы дойдем до каждого человека. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати говоря, накануне программы наши корреспонденты спросили у молодых гомельчан, а что они знают об аварии на Чернобыльской АЭС. Давайте посмотрим, сразу после чего вернемся в студию и продолжим. Я знаю, что жертв было много. Город эвакуировали, но не сразу. Припять, насколько мне известно. И затронуло даже, наверное, больше нас, чем Украину. Вот это я точно знаю. В особенности Гомельскую область. Впоследствии, ну, еще до сих пор не дают покоя людям. Там тяжелые элементы еще, получается, не распались. И поэтому, ну, вызывают болезни у людей. Нам в школе много по истории рассказывали об этом. Но основная информация, это что, ну, мы живем на экологически не очень чистой зоне. И нам из-за этого, ну, различные поблажки дают. То есть, государство старается как-то оздоровить детей особенно. 86-й год. Украинская ССР. Юбилей получается, правильно? В данном году. Что можно сказать? Невнимательность к деталям и простое безобразие способны сотворить такое. Желание вложиться в сроки, обойти определенные тертежи, задания. Я, конечно, не специалист. Ведет, наоборот, к регрессу, к проблемам, к вреду, который мы сейчас видим. Послужило каким-то толчком даже в творчестве, потому что были написаны целая франшиза книг, там, таких как «Сталкер» современный, да. Игра была выпущена, фильмы какие-то сняты. Сейчас даже сериалы снимают, но они ужасные, но это не факт, не суть вообще. Дату, помню, 26 апреля. Ну, сейчас более-менее чисто. Ну, в некоторых районах, более южных нашей области, конечно, загрязнение осталось, но у нас в городе более-менее чисто. Я считаю, что уже на данный момент достаточно чистая у нас зона. Ну, как бы по последним данным, если судить. В эфире Гомеле, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Мне подсказывают, у нас есть дополнение в тему разговора. Слово первому секретарю Брагинской районной организации Белорусского Республиканского Союза Молодежи Наталье Фурсу. Я могу сказать, что я работаю с молодежью нашего района, и хочу сказать, что она очень инициативная, творческая молодежь. Мы живем все полноценной жизнью, работаем, учимся, отдыхаем. Многие приезжают в наш район, молодые специалисты, они приезжают, закрепляются здесь, остаются, создают семьи. Ведь государство создает все условия для того, чтобы молодежь оставалась в таких регионах. И в дополнение нашей сегодняшней темы, хотелось бы сказать, что наша молодежь нашего района не осталась в стороне. И мы сейчас, к дате, к этой дате, 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, мы сейчас реализуем проект. Это благоустройство в нашем районе. Мы закладываем сквер. Начало уже было заложено, это в конце осени. И вот сейчас мы уже продолжаем этот проект. А также мы помогаем, оказываем тоже помощь в благоустройстве этого же сквера. Председатель Брагинского района объединения организаций правосоюзов Анна Николаевна Бабринева. Знаю, что большое количество мероприятий к 30-й годовщине аварии на ЧАЭС, в том числе и в Брагинском районе, не так ли? Ну, во-первых, мы восстанавливаем своими силами с помощью субботников и сбора средств населения лобное место Чернобыля, как я его всегда называю, это памятник Василию Ивановичу Игнатенко, где уже много лет подряд мы собираемся, 26 апреля, чтобы портить память этого человека, молодого человека. Ну и, конечно, встретиться, поговорить, что было, что будет. И, естественно, начинается всё очень печально, траурно, но заканчиваем мы всегда с оптимизмом. Потому что, несмотря ни на что, в этом районе живут молодые, интересные и опытные, имеющие большой опыт деятельности в любом направлении люди. И свидетельство тому даже наша сегодняшняя аудитория. Посмотрите, большинство здесь молодых. И тема, хотя она трогает каждого и всякого, но она наша общая тема. Это наша родная земля. И, естественно, мы стараемся, чтобы в этот день, 26 апреля, приезжали к нам люди, которые всегда нас поддерживали, которые помогали жить на этой территории и которые в будущем будут нас понимать, поддерживать, потому что нам дальше жить, развиваться на этой территории. Деревня Микулич и Брагинского района подлежала обязательному выселению. Но так и сложилось, что часть людей осталась, и многие люди вернулись. На сегодняшний день молодёжь Микулич реализует два проекта, в рамках которых к 23 апреля проводится встреча земляков-переселенцев в Аглине с деревни жива. К этому мероприятию устанавливается объект туризма Микулов-Мулы, потому что это история Микулич. И молодые люди в деревне Микулич садят яблоневый сад, как символ возрождающейся деревни. Уже давно закончен процесс переселения жителей из отселённых территорий, однако, как видим, для многих жизни в родных полесских деревушках оказалось намного милее, бесплатно отданных государством квадратных метров в многостройках вдалеке от родины. Василий Олегович, много ли самосёлов сегодня в постчернобыльских районах? Действительно, самосёлы есть, но назвать их самосёлами язык не поворачивается. Это, прежде всего, люди, которые в порядке обязательного отселения не выехали из загрязнённых территорий. На сегодняшний день их насчитывается 64 человека, но при этом в зоне эвакуации никто не живёт. Это в основном граждане, которые проживают на отселённых территориях. При этом их количество из года в год уменьшается. Это и естественная убыль, это и переезд к детям, потому что в основном это люди пожилого возраста. Вместе с тем районные исполнительные комитеты не оставляют их без внимания. Им оказывается вся социальная поддержка. К 30-й годовщине аварии на ЧАЭС по инициативе Брагинского районного музея с картиной галереи местные жители взялись за подготовку тематического видеофильма. Продолжим беседу вместе с гостей студии, старшим научным сотрудником музея Надеждой Мелешко. Надежда Ивановна, добрый день, вам слово. Добрый день. Да, действительно, мы приступили, то есть, точнее сказать, уже давно мы приступили к съёмке этого фильма. Это такой фильм документальный, с хроникой, с воспоминаниями именно тех людей, которые непосредственно имели отношение к Брагинскому району. То есть на какой-то период времени историки, краеведы стали моими коллегами-журналистами. Каково это было? Ну, это наш не первый опыт. У нас при музее работает детская видеостудия «Радуга». И мы имеем очень много видеороликов, видеофильмов, в том числе и на чернобырскую тематику. Мы неоднократные участники республиканских конкурсов. То есть у нас опыт в этом плане и есть. Но идея того фильма, который мы готовим сейчас, посмотреть на эту тему спустя 30 лет именно человеческими глазами. Потому что из моего опыта работы, более 10-летнего опыта работы в музее, я понимаю, что люди, когда знакомятся с этой темой чернобырской, им интересны факты, цифры. Но мало кто сразу задумывается о том, каково было этим людям, которые жили на этих землях. И каково людям, которые живут сейчас там. Потому что сейчас там жить тоже не так-то и просто. Но я говорю о социально-экономических ситуациях. Мы решили снять такой документальный фильм. Надежда, скажите, несмотря на то, что вы эксперт в самых разных сферах и истории, и краеведения, для себя какие-то новые факты и новых персонажей в районе нашли? Все люди, с которыми мы сейчас встречаемся, там берем, записываем материалы, всех этих людей я знала и ранее. Но благодаря вот этому, съемке этого материала, я увидела этих людей другими. И зрители тоже увидят другими. А зрители, это ведь в основном жители нашего района, они тоже увидят этих людей как людей. Они как руководителей, врачей, учителей и тому подобное. Увидят их именно непосредственно как людей. Фильм можно будет посмотреть после, я так понимаю, и в сети интернет? Я думаю, что да, его можно будет посмотреть, приобрести. То есть это будет без проблем. Надежда Ивановна, многие знают Брагинский исторический музей с картиной галереи, как хранитель знаменитого Брагинского метеорита. А чем еще может быть интересен туристам и гостям района и Гомельской области ваш музей? Какие экспозиции пользуются больше всего спросом? Брагинский музей – это тот случай, когда, как я обычно говорю, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот как раз Чёрнобыльская катастрофа. И стала причиной тому, что открылась изначально, это была картина галерея. То есть в 1987 году, когда от одного названия Брагин у многих была полная жуть, группа художников наших, белорусских, на сегодняшний день очень известных художников, приехала в Брагин, и создав такую серию работ, они подарили ее Брагину, и вот таким образом открылась картина галерея. В прошлом году мы провели новый пленэр, уже спустя много лет, а международный, и вот 24 апреля в этом году мы открываем новую выставку. То есть это такой новый взгляд на Брагинский район в художественном варианте. Называем мы эту выставку «Энергия жизни. Чернобыль, 30 лет». То есть это тот случай, когда мы говорим о Брагинском районе не о как потерянном, несчастном, а как о районе, имеющем право на жизнь, о районе, богатом в историческом смысле. И, собственно говоря, вот это все можно будет увидеть на нашей художественной выставке. Итак, уважаемые гости, время нашей программы постепенно подходит к завершению. Время подводить итоги. У каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в сегодняшнем разговоре. Александр Анатольевич, начнем с вас. Я думаю, что благодаря усилиям государства и науки удалось сейчас сказать о том, можем мы сейчас говорить о том, что мы перешли от этапа реабилитации и ликвидации последствий к этапу возрождения пострадавших регионов, возрождения социального, возрождения экономического и духовного. Это один из важнейших результатов многолетней работы. Кроме этого, я хочу сказать, что из страны получателя гуманитарной помощи наша республика стала через 30 лет страной-экспертом в области радиационной безопасности. В нашу страну едут за опытом, за принятием опыта специалисты из стран Евросоюза. Сейчас очень много делегаций после трагедии в Японии из Японии посетило наш институт. Действительно, 30-летний период это достаточно большой период. Это период разных поколений, разных мнений, разных мышлений, подходов. Но самое приятное то, что сегодня, спустя 30 лет, все понимают, что жизнь не стоит на месте, что надо заниматься территориями, собой, с тем, кто окружает. И, конечно же, с перспективы смотреть в будущее и строить все эти планы, которые есть у Казахстана. Василий Олегович, только на долю Полесского заповедника на самой территории сконцентрировано более трети выпавших в Беларуси радионуклидок акцезий, более 70% стронция и 97% плутония. Поэтому говорить о возврате в хозяйственное пользование тех земель пока не приходится, еще долгие-долгие годы. Но вместе с тем мы имеем уникальный полигон для исследований, для науки. Если говорить о заповеднике, то только за последние 5 лет им опубликовано более 200 научных работ не только в Беларуси, но и в России, на Украине, в Молдавии, в Норвегии, в Канаде, в странах Европейского Союза. За эти годы в Беларуси наработана уникальная правовая база по управлению этими процессами на этих территориях. И вместе с тем мы уже на сегодняшний день перешли к процессу, как уже было сказано, к возрождению этих территорий, но и в том числе зон отселения. АПЛОДИСМЕНТЫ И страны не только как эксперты, мы превратились в страну, которая побеждает своими спортивными успехами, удивляет весь мир. Это наша Дарья Домбручева и все остальные наши спортсмены. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр, я очень благодарна за то, что сегодня Брагинский район в гостях у передачи. И ваше постоянное внимание и, как бы, скажем, забота о нас, о Брагинском районе, она всегда нам приятна. Уважаемые эксперты, уважаемые гости, большое спасибо, что заставили нас немножко вспомнить, как мы жили, что мы пережили, но вселили в нас и оптимизм в том плане, что не все так идеально, но не все так и катастрофично. И сегодня я горда тем, что в нашей студии мои молодые коллеги меня в этой мысли поддержали. Огромное всем спасибо, крепкое здоровье и оптимизма на еще долгие-долгие годы. Время выбрало нас, и поэтому на время будем работать мы. И сегодня, заканчивая эту программу, мне хотелось бы предоставить слово Александру Николаевичу Чубса, который сегодня выступал как фермер, как инициатор тех идей, которые у нас есть. Ну и, конечно, как и многие другие наши молодые люди, он очень талантлив, он творческий человек. И сейчас в его исполнении, послушайте, замечательный музыкальный номер. Мне кажется, он касается всех, и загрязненных территорий, и не загрязненных. Он касается, этот номер, это тема всей нашей Беларуси. Я буду молиться и сердцами, и думами, Распетая буду молиться душой, как черные доли Заметелицам шумами. Уже больше не шалели над родной землей. Молюсь я небу, земли и простору Могутному Богу вся свету молюсь Во всякой пригоде, Во всякую пору Зародный народ Беларуси. Я буду молиться До ясного сонника Несчастных зимой Согравать сиротин Привет на Пасбожных гуляю Гуляючих гониках Частей заглядать И до темных оттен Молюсь я небу Земли и простору Могутному Богу Вся свету молюсь Во всякой пригоде, Во всякую пору Зародный народ Беларуси. Спасибо за субтитры Алексею Дубков Я буду молиться и сердцем, и думами, Распетаю буду молиться душой, Копчерные доли сметелиться ушумами. Не были над родной землей над тобой. Молюсь я небу, земли и простору, Могутному Богу вся свету молюсь. Во всякой пригоде, во всякую пору, Зародный народ Беларуси. Молюсь я небу, земли и простору, Могутному Богу вся свету молюсь. Молюсь я небу, земли и простору, Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова